Привет! Меня зовут Виталий Мусинок. И сегодня я разберу для вас песню не Сергея Труханова, а песню, разберу песню, написанную на стихи Евгения Евтушенко и музыку Андрея Шпая «А снег идет». Вот так получилось, что мы с Танюшкой тут экспромтом спели. Мне кажется, получился неплохой подбор. И Танюшка ее поможет мне исполнить. Я сыграю, Танюшку споет, а потом будем разбирать уже детально, как ее играть. А снег идет, и все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, хочу сказать при всех, мой самый главный человек. Сгляни со мной на этот снег. Он чисто кто, о чем молчу, о чем сказать хочу. Кто мне любовь мою принес? Наверное, добрый день мороз. Когда в окно с тобой смотрю, я снег благодарю. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и плывет. За то, что ты в моей судьбе. Спасибо, снег, тебе. Ну, давайте начнем с того, что я ставлю каподастр на пятый лад. У меня гитара настроена на полтона ниже. То есть, чтобы быть в тоне со мной, вам нужно поставить каподастр на шестой лад. Вообще говоря, тональность оригинала ре минор, но тем стилем, который я хочу показать, удобнее играть, пусть и на высоких нотах, но зато с аппликатурами ля минорными. Высвобождается больше пальцев для всяких мелодических ходов. Давайте для начала посмотрим на правую руку. Здесь используется такой прием правой руки, рисунок. Фингерстайловый бумчик, как его называет, Томми Эммануэль. Как вы видите, я вслед за музыкантами, играющими в этом стиле, использую медиатор. Но, в принципе, без медиатора это тоже можно сыграть. Будет не так ярко звучать, немножечко глуховато. Но показывать я все-таки буду с медиатором, а вы смотрите, сами пробуйте. Давайте посмотрим поближе на правую руку. Смотрите, здесь мы должны прижимать басовые струны вот этой частью ладони. Вот этой вот частью ладони. Видите, мы прижимаем. Потому что если прижать, если этого не делать, будет вот такой чистый звук. А если это сделать слишком сильно прижать, то, видите, звука нет совсем. Нужно найти такое положение, при котором звук получается, как такой ненавязчивый ритм. Так, чтобы были все-таки слышны нотки. Но они не вылезали наверх, потому что это будет наш фон. И на этом фоне, собственно, будет происходить все остальное. Все мелодические ходы будут проигрываться на фоне вот этого ритма. Давайте теперь посмотрим, поверну немножечко камеру и гитару. И посмотрим, как именно играется, какие струны играются. Апликатура в левой руке сейчас у меня ля минор. И обычно все это играется от тоники. То есть в ля миноре у нас основной тон – это нота ля. Но здесь, как я сказал, аппликатуры. В реальности это звучит у нас здесь ря бемоль. Но я буду называть ноту не по ее звучанию, а по ее аппликатуре. Соответственно, в аппликатуре ля минор у нас основной бас будет на пятой струне. И вот весь этот фингерстайл играется в случае с у нас бас на пятой струне таким порядком. 5, 4, 6, 4. Я называю струны. Сначала нужно потренироваться вот в такой игре по басам. Дальше, следуя рекомендациям Томи Мануэля, можно включать в правую руку мелодические элементы. Давайте посмотрим, как это выглядит. Дальше попробуем включить чуть более сложные элементы в правую руку. Немножко такой сбитый ритм, чтобы у нас было ощущение, как будто линия баса и линия ритма это одно, а мелодия как будто бы идет параллельно. Давайте посмотрим, как это делается. Здесь можно сразу потренироваться играть не просто щипок, а играть щипок по очереди, по разным струнам. Это очень пригодится и для всего фингерстайла, и для вот этой вот аранжировки, которую я сегодня показываю. Когда мы с этим немножко разобрались и немножко начинает получаться играть уже вот так вот, разделяя потоки, мы попробуем перейти к левой руке, посмотреть, что он сыграется в левой руке, и соединить это с правой рукой. Давайте сейчас посмотрим только на то, что играется в левой руке, а потом соединим это вместе с правой. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, как видите, в левой руке довольно несложные позиции. Вся сложность заключается в том, чтобы вовремя подставлять нужные нотки и соединить все это с правой рукой. Давайте сейчас попробую медленно все это проиграть и снять обе руки одновременно, чтобы было видно, что происходит и там, и там, как одно соотносится с другим. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот выглядит куплет. И нам осталось, собственно, разобрать только вступление, проигрыш, он же проигрыш между куплетами, он же завершение, и один маленький пассаж, который я вставил в середине второго куплета. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и все, что нам осталось разобрать, это маленький крошечный пассаж, который добавляет немножечко ощущение зимы, снега. Давайте посмотрим поближе на него. Поскольку нам с Таней требовалось в таком довольно-таки экспромтном режиме как можно быстрее эту песню подобрать и немножечко порепетировать, то я искал решения самые простые, которые можно максимально быстро исполнить, и которые не требуют особых затрат. Вот так же и в случае с этим маленьким пассажем он играется треольками. То же самое по второй струне. И то же самое по третьей. Играется снятием с подцепом. Вот сыграла правая рука, и дальше она ничего не делает, дальше все делает левая рука. Следующая треолька. Опять же, правая рука делает чиповку второй струне, и все делает левая рука. И то же самое с третьей струной. Самое главное здесь – это ритмичная игра. Это музыка – одна из самых важных вещей. Вот этот вот стиль, фингерстайл, он особенно чувствительный к ритму. И вы должны очень хорошо себе представлять в каждую секунду, где вы находитесь, на каком счете. Это двудольный размер, простой. Раз, и, два, и. Раз, и, два, и. И все, что у вас происходит, все украшения, все проигрыши, они должны строго укладываться в этот вот счет. Да, и то же самое касается этого арпеджио. Раз, и, два, и. И, раз, и, два, и. Раз, и, два, и. И так вы должны проработать очень хорошо всю песню, сыграть ее медленно, но очень четко, в соответствии со счетом, не сбиваясь. И тогда вы сможете совершенно спокойно уже находиться внутри этого размера и играть с небольшими такими оттенками. Давайте я покажу на примере вступления, как можно внутри вот этого размера и внутри ритма с помощью чуть раньше или чуть позже взятых ноток создать такие вот оттеночки небольшие. Вот это тот вариант, который я показывал. И как можно чуть-чуть его изменить. Чувствуете, да, что оно вроде бы то же самое, но есть небольшая разница. Вот это небольшая разница в том, что я внутри, строго внутри ритма, строго внутри размера могу взять где-то одну нотку, где-то две, где-то три, где-то их взять одновременно со щипком, где-то взять чуть позже, и вот это чуть позже тоже варьется. Где-то могу строго между двумя нотами, где-то могу как, типа, такого форшлага, там сразу после или сразу перед какой-то нотой. Вот играя с такими вещами внутри этого ритма можно делать довольно много таких вот украшательств. И, в принципе, вот этот фингерстайл, этот бумчик позволяет в довольно широком диапазоне нарисовать с помощью музыки ту картинку, о которой рассказывается в песне. Давайте я еще раз сниму поближе именно гитару. Медленно проиграю один куплет песни со вступлением и с заключением. И, соответственно, в середине сделаю вот этот маленький пассаж. Медленно проиграю один куплет песни В заключении я еще раз скажу, что это такой подбор и аранжировка были сделаны экспромтом. Это нужно было нам встанить для одного мероприятия, которое я, может быть, расскажу попозже. Но нам так понравилось, что мы решили этот вариант оставить для себя и петь его при случае. И вот я с удовольствием делюсь им с вами. Как раз под Новый год, новогодняя песня. Думаю, что вам это придется по душе. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делайте репосты. Я этому очень рад. Я на своем канале не только рассказываю, как играть на гитаре, но еще и о другой стороне своей жизни. Рассказываю об авиации. Так что буду рад новым подписчикам. Присоединяйтесь. Смотрите. Слушайте. Учитесь. Получайте удовольствие от моих видео. С наступающим Новым годом. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...